Всем привет! Вы видите и слышите Лёшу Халецкого. И в ближайшие несколько минут очередной выпуск «Мнение дилетантов». Вылез я из моря, немножко просушил волосики и готов с вами поговорить. Находясь примерно в 6 градусах от экватора, в тропических лесах, на тропическом острове, решил я обсудить с вами проблему глобализации. Ну, вообще, для кого-то, может, это и не проблема. Давайте, в общем-то, решать. Как всегда, в выпусках «Мнение дилетанта» я высказываю своё мнение по глобальным вопросам, в данном случае это автология, глобальная глобализация, в которых я не разбираюсь, но о которых я хочу высказаться. И, естественно, я жду и ваших мнений в комментариях, потому что сама рубрика подразумевает споры, подразумевает то, что мы в спорах, придём к какой-то истине или к какому-то мнению, что ли, по этому поводу. Поэтому обязательно в комментариях пишите ваше мнение, когда смотрите видео. И, кроме того, под хэштегом «Мнение дилетанта» оставляйте пожелания того, о каких других проблемах стоит поговорить в следующих выпусках. Ну, ещё скажу, что я вот, видите, в таких нечеловеческих условиях нахожусь, да, и интернет тут желает лучшего, поэтому этот выпуск уже появится на канале, когда я вернусь с отдыха. Что меня вообще навело на мысли об этой теме? Вот я сейчас нахожусь на острове, да, здесь всего два отеля, на самом деле. И тут нет никакой сопутствующей инфраструктуры. Ну, в том плане, что в отеле всё поесть и прочее, но и тут не как в Турции, там, или в других курортах европейских, например, где ещё есть сопутствующий городок, куда можно пойти. Тут просто всего два отеля и всё. Есть несколько островов, они так вот раскидывают, я за моей спиной там вот на фоне увидят другие острова, туда можно съездить, они побольше. И вот на другой такой островок мы съездили, там, наверное, отелей 12, есть несколько баров таких. И вот мы там заходим, заказываем, представляете, видите, такое море, куча рыбы. Сейчас, наверное, вам будет видно. Вот тут сразу плавает рыба рядом со мной, акулки тут всякие эту рыбу гоняют. Не знаю, сейчас, наверное, не видно. И вот мы заходим в этот бар, как бы, ну там даже не бар, а такое кафе, типа, в надежде заказать что-то местное. Ну, вы приезжаете на другой конец света, хотите какой-то местной экзотики, а там на выбор только гамбургеры. Ну, то есть очень, очень такая обычная еда, которую вы встретите в любом конце света. Причем это, ну, не какие там замороженные, они вам просто эти гамбургеры делают прям конкретно. А когда спрашиваешь чего-то местного, они говорят, что, ну, то и то у них продуктов нет, то заказать это невозможно. Поэтому, например, Макдональдс это такой символ глобализации, против которого еще многие борются. Мол, ты приезжаешь в другой город, и из нормального что поесть, как-то какой-нибудь Макдональдс или Бургер Кинг, или какая-нибудь Пицца Хат, предположим. И вот интересно вообще, плохо это или хорошо. Ну, давайте, давайте уже говорить откровенно, глобализация это в некотором роде синоним унификации. То есть человечество, благодаря тому, что сейчас Земля несколько сжалась, то есть сейчас не надо там, знаете, путешествие на 100 километров не вызывает таких проблем, как хотя бы 100 лет назад. 100 километров это вообще уже не расстояние считается. Перелететь на другой конец земного шара вообще без проблем. И распространение информации мгновенно. Благодаря этому мы узнаем обо всех классных вещах очень быстро, и начинаем очень быстро этим пользоваться. И получается, что человечество очень быстро выяснило, что пицца нравится всем. И все, во всех практически странах мира можно заказать эту пиццу, да. Все выяснили, что очень многим нравится суши, несмотря на то, что такая, казалось бы, уникальная еда для Японии. Ну нет, очень много людей в наших странах едят суши, там что-то ходят, местные работники делают. То точно такой же универсальной едой оказался гамбургер. И получается, что, тем более, что это все очень быстро готовится. То есть, создание пиццы, там, ну, 5-10 минут, да. Гамбургер в том виде, как он подается в фастфуде, он вообще уже, ну, там, в замороженном виде не отнимает никакого времени. На конвейер поставлено это производство. И получается, что делать уникальные вещи в плане еды становится нерентабельным, а выгодно создавать то, что делается быстро. Тем более, что, вот, например, на тех же островах, ну, вообще, вот эти места, это, считайте, такая Турция для китайцев. Тут китайцев просто немерено. Европейцев практически, ну, как европейцев, тут даже, наверное, не правильно говорить, белых людей. Потому что отсюда ближе до Америки и Австралии. То есть, скорее всего, тут белые люди больше австралийцы, американцы или канадцы, скорее, чем европейцы. Так вот, тут большинство китайцев. Есть несколько, там, китайские, китайские в виде риса хорошего. Каких-то таких уникальных блюд, вот, даже столовка отеля не предлагает. Так вот, китайцу, например, проще, если, опять же, он прилетает в другую страну, ему понятней гамбургер. И если вы ему будете, да, большинству людей так, к сожалению, к моему большому сожалению, большинству людей так, он в первую очередь закажет то, что ему понятно, а не будет выделываться, как мы, например, хотя попробовать что-то местное. Я готов там, извините, сидеть на унитазе час. Сейчас, пускай у меня будет понос, да, ну, всякое бывает, когда вы приезжаете в незнакомую страну, но мне хочется попробовать что-то, вот, местное. То есть, посмотреть тут местную еду, да, узнать местных людей больше. Но большинству людей это совершенно не нужно. Им, их волнует больше свое спокойствие, они сюда приезжают просто на море поплавать, хотя про китайцев я этого сказать не могу. Вы видите, вот за мной пустое море, пустое, вообще никто не плавает, кроме нас, белых людей. Китайцы, по-хорошему, здесь практически всегда в одежде с зонтиками ходят, чисто в одежде сфоткаться на фоне моря. Что же вообще удивительное дело, но об этом как-нибудь в другой раз. И все, и вот эта глобализация касается многих сфер жизни. То же самое касается игр, да, что я пеняю, мол, все меньше и меньше умных игр выходит. На самом деле просто те разработчики-издатели, которые становятся знаменитыми, ну, известными, у которых все больше и больше продажи, они постепенно вот приходят к этой унификации, к этой глобализации. Чтобы увеличить свои доходы, их игра должна становиться все менее и менее оригинальной, как ни странно. То есть вначале они набирают базу преданных фанатов, делая уникальные оригинальные игры, а потом оно постепенно вот в нашем с вами понимании скатывается, а в их понимании улучшается до более больших продаж. И вот в данном случае вопрос, хорошо ли это или плохо. Мне, как любителю чего-то оригинального, который ищет постоянно какие-то необычные штуки по миру, в играх, во всех сферах жизни, глобализация, конечно, я против глобализации, скажу вам прямо, мне это не нравится. С другой стороны, размышляя логически, понятно, что без этого не может быть развития человечества, к сожалению. Невозможно тратить столько сил на создание всяких оригинальных штук. То есть постепенно какая-то еда будет отмирать, а какая-то оставаться. Когда людей будет очень большое количество, то есть у всего человечества останется какая-то, ну, какие-то вот такие блюда, которые едят все. И вот этот отбор, он будет проходить автоматически, без нашего с вами участия. Хотим мы того, не хотим, хотим там что-то, чтобы осталось, или вот это блюдо нам нравится, вот это не нравится. Ну, как, это все будет проходить очень небыстро, на самом деле, небыстро. Я не думаю, что это на нашем с вами веку произойдет, может, лет 200-300. Но к глобализации, к сожалению, человечество придет. Я почему говорю, к сожалению, вот каким бы я ни был там либералом, как вы говорите, да, мне все равно хочется, чтобы на планете были разные формы правления. Чтобы где-то была и диктатура, где-то демократия, да, где-то теократия. Чтобы действительно человек мог выбирать, где ему жить. Ведь, ну, не всем нравится демократия, но разные формы правления действительно тоже хорошо. Другое дело, что у нас сейчас проблема с границами, то есть нет свободы передвижения, я не могу, вот я там живу в Беларуси, я не могу захотеть переехать в другую страну и жить там, к сожалению. То есть, не, конечно, могу, естественно, но это будет требовать очень больших реально усилий. Тут даже больших усилий требует переезд в другой город, но это не так, уже не так сложно в нынешнее время. И вот эти разговоры о всеобщем планетарном едином правительстве мне совсем не нравятся. Мне нравится, чтобы было много стран разных, чтобы в них жили разные люди. И за счет этого, за счет наших различий и появляется прогресс, появляются какие-то разные желания, разные, ну, как мне кажется. Но, с другой стороны, опять же, если логично размышлять просто по логике, то в итоге человечество к этому и придет, к общему всемирному правительству единому. Ну, я надеюсь, что к этому моменту мы будем, может, заседать какие-нибудь другие планеты тогда. И будет, например, планетарное планетическое Земли и планетарная отдельная, там, независимая Венера, там, предположим, да. Ну, или какие-нибудь другие планеты. То есть, я не вижу, что это произойдет в ближайшие даже лет 500, как мне кажется. Ну, это мое предположение. То есть, впереди еще долгий и долгий к этому путь. Но вот эти предпосылки к глобализации, они, конечно, видны тут явственно. И все будет к этому идти. Это просто обычное удобство, обычный бизнес. В этом нет ничего плохого или хорошего. Ну, вот так развивается человечество. Избежать глобализации, по моему мнению, возможно, только если запретить взаимопроникновение культур на Земле. То есть, чтобы там иностранцы, ну, какую-то самоизоляцию строить, где-то типа как в Северной Корее. Ну, по-моему, это просто путь в тупик. Это путь не к развитию, а к стагнации, даже к деградации. Поэтому, к сожалению, очень многими вещами придется пожертвовать. Они... Их не важно. Ну, они сохраняются в памяти. То есть, будут какие-то культурологи об этой штуке знать, как там рассказывать. Будут какие-нибудь посты в социальных сетях. Если, конечно, будут социальные сети лет через 500, рассказывающие о том. А вот помните, раньше была картошка с макаронами и тушенкой. Точнее, не помните, а вот было такое блюдо. Представьте, картошка с тушенкой и макаронами. Нет, подожди, макароны по-флотски, например, да. Или просто картошка с тушенкой. Посмотрите, вот вам фотки. Представляете, вот раньше такое ели. И все такие, сидя перед экранами мониторов, или что там, какие-нибудь на ладоннике будут, да. Вообще, или просто на окне будет проецироваться это все дело, жуя гамбургеры. О, да, вот дебилы были. Такую херню жрали. Ну, как пример. То есть, на это все будет, как мы сейчас смотрим на многое из того, что было в прошлом. Ну, вот представьте, что еще, не знаю, два века назад очень мало людей, в принципе, ело мясо. То есть, это была прерогатива богатых слоев населения. А сейчас, ну, доступ к дешевой и полезной, и, в принципе, питательной еде есть у всех практически. Кроме того же совсем бедных стран, где еще не до конца пришла цивилизация. Но, по-хорошему, все человечество сейчас уже накормлено и имеет доступ к нормальной идее. Может выбирать все спокойно, приехав в какой-нибудь уголок земли, что и есть. Ну, в основном все выбирают именно то, что им знакомо. А знакома им, в первую очередь, та еда по сетям общественного питания, которую они едят дома. Ладно, закончу я уже свой трындеж, как я и говорил. Видео это появится уже, когда я приеду домой. Тут интернет вообще никакой, в принципе. Но вы видели и слышали отдыхающего Леши Холецкого. Еще раз напоминаю, пишите в комментариях ваше мнение по вопросу глобализации и под хэштегом мнение дилетанта. Кидайте темы, о которых вы хотели бы, чтобы я поговорил в следующих выпусках. Все, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok